Санитарный патруль Глава Северского района Адам Джарим с целью планирования ремонтных и строительных работ продолжил рабочие визиты по социальным объектам. В детском отделении центральной районной больницы уже начата замена оконных блоков. Определилась руководство района и с объемом косметического ремонта детской взрослой поликлиник. Большая радость для пациентов взрослой поликлиники – это отдельный рентген, кабинет и кабинет маммографии. До настоящего времени это важное диагностическое оборудование находилось в одном помещении. Сейчас уже идут строительные работы. Такое решение позволит ликвидировать бесконечные очереди. Я пришла к неврологу в данный момент, к Захаровой Юлии Владимировне. Юлия Владимировна очень внимательно подсказывает, новые препараты знает, более современные методы назначает. Что вот просто к ней идешь и она прям, ну знаешь, чем-то поможет, если посоветует. Следующим учреждением, которое посетил глава района, стал детский сад номер 42. За последние три года за счет средств районного бюджета здесь проведены работы по замене системы отопления, оконных блоков, приобретено электрооборудование, установлено новое уличное оборудование, капитально отремонтирован музыкальный зал. Сейчас из выделенных средств краевого бюджета планируется закупить новую детскую мебель, а также собственными силами совместной сельской администрацией благоустроить парковку. Острым остается вопрос по замене кровли здания детского сада. Сметная стоимость на проведение данных работ свыше 6,5 миллионов рублей. В Северском районе продолжается проведение практических мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей. В среду, 4 апреля, прокуратура Северского района с привлечением сотрудников МЧС провели проверочную эвакуацию людей из Центра творчества. Сегодня здесь проводилась в здании ЦРТДЮ тренировочная эвакуация и осуществлялся надзор за тем, как работают, насколько слажены в своей работе спасательные службы, пожарные, МЧС, скорая. Прокуратурой района уже проведен ряд проверок в некоторых образовательных учреждениях района. В ходе проверки выявлены нарушения, допускаемые в Михайловской школе, в Григорьевской школе, в крепостной школе. Там нет пожарных водоемов. Но хотелось бы особо сказать, что целью проверки не является выявление конкретных нарушений, чтобы кого-то наказать. Все это делается для того, чтобы предотвратить трагические или любые негативные последствия. Поэтому мы надеемся на понимание в соответствующих проверяемых организациях, потому что все пожарные правила написаны кровью. В два часа дня на втором этаже здания сработало звуковое оповещение о необходимости эвакуации. Сигнал прозвучал в актовом зале, где, по легенде, произошел очаг возгорания. Прервав совещание всех присутствующих, эвакуировали здание на улицу в безопасное место. Давки и паники не возникло. Путь людям указывали специальные знаки и сотрудники Центра творчества. На первом этаже также ревела сирена. Основная задача взрослых состоит не только в том, чтобы защитить людей от опасностей, но и в том, чтобы подготовить их к возможным чрезвычайным ситуациям в жизни и научить необходимым мерам предосторожности. Этот подход на практике реализуют сотрудники МЧС и все, на ком лежит ответственность за безопасность детей. При проведении тренировки были отработаны практические действия по организации эвакуации людей в случае возникновения пожара, ликвидации горения, порядок применения первичных следств пожаротушения и оказания помощи пострадавшим. Напомним, что проверки начаты по указанию президента Российской Федерации Владимира Путина с целью соблюдения требований пожарной безопасности. Проверяются торговые комплексы, имеющие развлекательные центры, досуговые детские организации, объекты культуры и спорта, а также другие места с массовым пребыванием людей. Глава района совершил рабочий объезд по территории поселка Афибский. В ходе визита осмотрены улицы, благоустройство которых уже начнется в ближайшее время. Улица была такая же, как вот сейчас перед нами. Денежные средства, 21 миллион выделяет бюджет края, полтора миллиона наших средств и срок строительства июль-август месяц. В центральном парке поселка полным ходом идут работы по благоустройству. Ранее здесь уже посадили 238 деревьев и прорубили две скважины для ухода за деревьями и растениями. Совместно с частными предпринимателями планируется установка детских аттракционов и качелей. Оценило руководство района и работу котельной, в которой установлено 7 котлов. На территории Афибского медицинского учреждения посмотрели, как сделан ремонт и что изменилось в пищеблоке, прачечной и как обновлено помещение для сотрудников скорой помощи. Прежде всего направлено на достойное лечение наших пациентов, ради которых мы здесь работаем. Это самая основная заслуга. Пищеблок, прачечный – это вспомогательные учреждения, но без них никак нельзя. Это основа, как больной питается, как больной, на чем он лежит, а потом уже это лекарственное обеспечение и лечение всего остального. В общей совокупности это создает благоприятный климат для лечения больных в Афибской больнице. В детском саду номер 25 и модульном здании сада номер 35 остро стоят вопросы по замене системы отопления. 35-му саду также необходим ремонт полового покрытия двух теневых навесов. Здесь же глава осмотрел новую спортивную площадку. Здравствуйте! Вам нравятся садики? Да! А вам? Привет, пожалуйста. А у меня шмолётик. Смотрите. Вот так вот. Работники детских садов выразили искреннюю благодарность главе района за неравнодушное отношение к проблемам и содействие благоустройстве учреждений. Воезная приёмная районная администрация открыла свои двери для малых населённых пунктов. Хутор Коваленко стал первым, кому уделено особое внимание. Глава района, заместители главы и специалисты различных ведомств приехали к хуторянам, чтобы оказать консультативную помощь по всем интересующим вопросам. Немногочисленные, но безусловно актуальные проблемы были рассмотрены на прошедшем приёме. Обратились жители по самым разным проблемам, таким как вода, электроснабжение, газификация, аварийное состояние сельского клуба, низкое качество сотовой связи. Всё это было рассмотрено. По некоторым уже принято решение. По словам самих жителей, подобные встречи очень необходимы. По поводу детской площадки, строения. Пообещали, что до конца лета будет готова площадка. Эти встречи приносят положительные результаты. Получается обратная связь руководства с жителями поселений, в том числе и хутора. По окончанию приёма Адам Шахметович обратился к представителям Афибской администрации квартальной хутора Коваленко. Коллеги, я вижу, что здесь и по электричеству, по воде и по налогам тоже есть задолженности у людей. Поэтому, вкладывая в поселение, эти же налоги вам возвращаются. Поэтому надо разъяснять людям, что налоги надо платить. Каждая копейка в бюджете, она очень дорога для нас. Поэтому я думаю, что вы проведёте разъяснительную работу и администрация подключите к этому вопросу. Работа выездных приёмных продолжится и в других малых поселениях. Так что все те, кто хочет задать вопрос специалистам районной администрации, смогут сделать это в самое ближайшее время. Глава района с рабочим визитом посетил Ильское городское поселение. Во время объезда Адам Джарим вместе с заместителями и главой поселения обсудили планы по ремонту котельных взрослой детской поликлиник посёлка Ильский. На сегодняшний день износ оборудования очень большой. И сейчас задача – собрать все необходимые документы для начала работы. На контроль стоят вопросы и по благоустройству дорог, и бурения скважины в посёлке. В школе номер 17 в период весенних каникул сотрудники провели косметический ремонт. Отреставрирован цоколь школы. Новый облик приобрело ФАЕ. Данная школа является пунктом приёма экзаменов ЕГЭ и ОГЭ, поэтому к концу мая учреждение должно быть полностью готово. Благодаря помощи родителей и школьников установлены коробы под раковиной перед столовой. В столовую дополнительно приобретены столы и стулья, обустроена зона приёма грязной посуды. Ребята теперь питаются в красивом, эстетично оформленном обеденном зале. Обновлена и модернизирована школьная библиотека. Также в течение последних пяти лет осуществлен большой объём работ по благоустройству актового зала школы. Особая гордость учреждения – стенды с именами всех медалистов с самого основания школы и достижениями. Учащиеся педагоги, родители и гости школы имеют уникальную возможность познакомиться с результатами и достижениями в разных видах деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса. За последние три года, что мы вложили в школы, в садики, в больницы, очень объёмная сумма будет. И благодаря помощи края, естественно, и местный бюджет. Поэтому об этом надо говорить и родителям, чтобы понимали. Даже вот в это непростое финансовое положение мы стараемся ещё больше, больше делать. Складывать и окры меняем, и крыши, и пищеблоки. И вот в этом году мы разработали уже практически дорожную карту, что будет сделано во время летних каникул. Очень большой объём и очень большие суммы будут выходить. Поэтому весь 75% районного бюджета уходит в социальные нужды. Посетил глава района объект культурного наследия регионального значения, отметив также необходимости его реставрации. Проведён полный капитальный ремонт памятника «Вечная слава героям, павших в боях за свободу и независимость Родины». С наступлением весеннего сезона заботы по благоустройству территории становятся главными для администрации всех поселений района. И надо сказать, в последние годы облик населённых пунктов Северского района меняется только к лучшему. Очередная сессия Совета муниципального образования «Северский район» прошла в районной администрации. Глава района Адам Джерим и председатель районного совета Василий Папандопула обсудили с депутатами ряд вопросов, касающихся реализации муниципальных программ, приватизации муниципального имущества и работы самого совета. Одной из главных тем обсуждения было планирование местного бюджета на 2018 год. С докладом выступил начальник финансового управления администрации Северского района Дмитрий Гостев. Основная величина у нас предусмотрена на дотации по бюджету муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета. То есть это с учётом того, что с 2018 года часть обслуживающего персонала черноразовательных учреждений перешла на финансирование из местного бюджета, а также ввиду того, что возникли обязательства под уведением минимальной заработной платы до МРОД, то есть с 1 мая он будет составлять 11 163 рубля. Таким образом, крайне нам компенсирует сумму в объёме 13 806 000 рублей. Актуальной для всего района проблемой является перенос военного комиссариата в город Крымск. Трудности, с которыми сталкиваются призывники и студенты, не раз обсуждались в стенах районной администрации. В районе проживает 120 тысяч человек, даже чуть больше стало. Поэтому понятие людей, простых людей, что дети должны туда ездить, и не раз ездить, только из-за одного этого. А когда создаются призывные все эти моменты, проблем очень много. Вот мы со Светланой Анатольевной каждый день обсуждаем, ей приходится два раза в неделю ездить туда, возить туда автобусами детей. То есть это неудобно, неудобно. Как там решалось наверху, какие были критерии для того, чтобы так сделать, но нам неизвестно. Поэтому, чтобы не было испорченного телефона между нами, администрацией и депутатским корпусом, давайте мы это организованное письмо направим, и будем ждать, какой будет ответ. Также на заседании Совета обсуждались вопросы малого и среднего бизнеса, имущественных отношений и социально-экономического развития. По итогам сессии депутатский корпус четко обозначил объемы и сроки предстоящей работы. В администрации Северского района на заседании рабочей группы обсудили мероприятие по противодействию незаконной миграции и нелегальной трудовой деятельности иностранных граждан. Совещание провел глава района Адам Джарим. В заседании приняли участие прокурор района Евгений Фоменко, начальник полиции Николай Синельников, заместители главы района, главы поселений и члены межведомственной рабочей группы. Обсуждая итоги работы по координации мероприятий по противодействию незаконной миграции, главный специалист отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Андрей Хаджи отметил, что активную работу в данном направлении на сегодняшний день ведут Азовское, Афибское, Смоленское и Ильское поселения. Наплыв граждан из ближнего и дальнего зарубежья, желающих заработать на полях и теплицах, немало. По существующему законодательству, все граждане, прибывающие в Россию для работы, должны пройти ряд регистрационных процедур. Но вопрос оформления трудовых документов иностранных граждан так и остается достаточно острым. Застекший период 2018 года на территории Северского района поставлено на миграционный учет по месту пребывания 1809 иностранных граждан. Из них по странам. Узбекистан 779, Украина 347, Таджикистан 166, Армения 205, Казахстан 58, Китай 96. В завершении заседания прокурор Северского района Евгений Фоменко подчеркнул, что необходимо рассмотреть вопрос о привлечении к административной ответственности именно юридических, а не физических лиц за несоблюдение установленного порядка трудоустройства иностранных граждан. На мой взгляд, в Северском районе очень много делается для того, чтобы ситуация была стабильна, работа должна носить системный характер, она не должна быть компанищена. И в этой связи мы тоже дополнительные меры принимаем. У нас увеличилось количество так называемых самостоятельных выдворений, контролируемых вывозов. Вот теперь эти прошлогодние, те, которые мы сейчас уже сработали, поставить на контроль и посмотреть сейчас реально, вот в апреле месяце. А выехали они вообще за пределы Российской Федерации или нет? Такую справку подготовить, и я думаю, тоже мы ее обсудим. Вообще, как это обстоит? Или они опять куда-то мигрируют в соседние районы, или куда-то другие субъекты Российской Федерации? Ну, нам важно, чтобы они выехали, чтобы была здесь и системность, и ответственность у всех лиц, которые хотят этот труд использовать. Экономическая и социальная стабильность наряду с благоприятными климатическими условиями обеспечивают высокий миграционный прирост на Кубань. Поэтому безопасность жителей района должна обеспечиваться в первую очередь. Мы все жители нашего района, и вот тут, сохранить вот тут межнациональное отношение, межконфессиональное отношение, которое сегодня на самом высоком уровне, вот ту стабильность, которую сегодня мы достигли благодаря совместной работе. И, как прокурор сказал, должна быть системная работа. Мы красные, потому что классные! Самая креативная, остроумная и талантливая молодежь района на одной сцене. Муниципальный этап открытого первенства клуба веселых и находчивых стартовал в станице Северской. Команды из образовательных учреждений района подготовили свой лучший материал, чтобы повеселить зрителей и удовлетворить запросы строгого жюри. В игре участвовали ребята разных возрастов, практически из всех поселений. 12 команд подготовили свои лучшие выступления в формате классического КВН-овского приветствия. Музыкальные номера, танцы, миниатюры, шутки – и все это за пять минут. Опытные команды делились впечатлениями и поддерживали новичков, а зал встречал всех участников бурными овациями. Смешить людей – это целое искусство, требующее тяжелой работы и полной самоотдачи. Кропотливый труд над материалом отнимает огромное количество времени, но, как признаются сами КВНщики, если начал, то остановиться уже невозможно. Это, конечно, веселое времяпрепровождение, плюс это работа тоже немаловажная, ну и какое-то творческое развитие, что ли. Мы хотели бы продолжить играть в КВН, потому что это уже как бы начал и невозможно закончить. Чем больше играешь, тем интереснее, интереснее, интереснее. По итогам муниципального этапа одна команда, набравшая наибольшее количество баллов, продолжит играть в сезоне, но уже с командами из других районов. Однако каждого, кто выходил на сцену, уже можно назвать победителем. Ведь если зритель смеется, значит все не зря. За каждой победой стоит титанический труд. В спорте никогда не бывает легко, об этом знает каждый, кто хоть раз становился на пьедестал. Ежедневные тренировки, нервы и слезы – все это ради победы. Спортивная акробатика – зрелищный, техничный и, безусловно, тяжелый вид спорта, в котором каждая медаль зарабатывается огромными усилиями. Команда Северского района совсем недавно вернулась с краевых соревнований по спортивной акробатике, проходивших в Денском районе, откуда привезла не один, а несколько комплектов медалей – бронза, серебро и, конечно же, золото. Юные спортсмены соревновались с командами из Тимошевска, Краснодара и Денского района. Многие ребята занимаются совсем недавно, но уже показывают высокие результаты. Мощный рывок новичков – заслуга опытного тренера. Прежде чем стать наставником для других, Марина Алексеевна сама училась у лучших. Как самую младшую у меня старшие сестры приводили в спортивную школу. Там я и выполнила разряд. Был тренер у меня Трухачев Анатолий Владимирович, он уже ушел из жизни давно уже. И сюда я приехала в Северскую и в 2000 году открыла отделение спортивной акробатики. Среди воспитанников Марина Алексеевна – чемпионы мира и Европы, кандидаты в мастера спорта, призеры краевых соревнований. Также за время своей работы Марина Кохроманова успела подготовить и новое поколение тренеров. Под ее руководством ребята за очень короткие сроки превращаются из новичков в титулованных спортсменов. Самым младшим воспитанникам нет еще 7 лет, но они уже выезжают на соревнования и завоевывают серьезные награды. Как призналась сама Марина Алексеевна, секрет того, как вырастить чемпиона, достаточно прост. «Чемпиона вырастить надо с любовью, с душой, с добром и очень внимание уделять, большое-большое внимание. Чтобы дать свой внутренний спортивный мир, нужно передать своим высоким наградам. Только нужно вверх стремиться, стремиться. И, естественно, если уже начали заниматься, то не бросать этот вид спорта. Идти только вперед, вперед, вперед». Увидеть в ребенке потенциал, помочь его реализовать и открыть дорогу в спорт высоких достижений. С этими задачами Марина Алексеевна успешно справляется на протяжении уже многих лет. Отдавая всю себя детям, она полностью погружается в работу и порой забывает обо всем. Ее подопечные отстаивают честь района и край на соревнованиях разных уровней, достигают новых высот в спорте и в жизни. А имя тренера произносят с безмерной любовью и уважением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова